всем привет всем привет сегодня мы поговорим про завоевание батыя вы узнаете кто это такой что произошло с русью в результате его похода и как русь попала в монгольскую зависимость и почему не смогла ничего противопоставить монголам поехали и в первую очередь вас наверное интересует вопрос а кто вообще такой батый многие думают стоит просто какой-то дед который был после чингисхана на самом деле все гораздо сложнее дело в том что после смерти чингисхана его огромная империя начала рассыпаться и некоторые ее куски себе к рукам прибрали его потомки вот батый один из потомков чингисхана его внук он решил завоевывать территории в европе и естественно в первую очередь он пришел на русь для того чтобы захватить русь он устроил два карательных похода первый поход на северо-восточные земли руси в 1237 1238 второй поход 1239 1241 давайте разберем разгром северо-восточной руси это как раз земли владимира суздальского княжества это земли рязанского княжества часть новгорода в общем эти территории поход пришелся на зимний период монголы передвигались очень быстро за счет того что они использовали замерзшие реки так уже в 1237 году было разгромлено рязанское княжество а рязань была вообще стерта с лица земли стоит сказать что один из известных жителей рязани евпатий калаврат который в момент нападения не находился в самой рязани затем устраивал всякие диверсии в тылу у монголов нанес урон войску батыя и прославился как такой первый партизан вот евпатия калаврата вас тоже могут спросить далее монголы пошли дальше и разрушили москву обороной москвы занимался филипп нянко но выстоять под ударами монголов не вышло москва была взята далее был взят владимир крупнейший город северо-восточной руси стоит сказать что в тот момент когда монголы осадили владимир князя юрия всеволодовича не было в городе он собирал войско для того чтобы дать бой монголам и попросту не успел на помощь он все-таки решил сразиться с монголами но это сражение оказалось для него последним русских ждала неудача монголы разгромили наши войско а сам князь юрий всеволодович был убит это было сражение на реке сити далее монголы отправились на север они взяли город торжок и вот перед ними уже замаячил новгород но на сам новгород монголы пойти побоялись они подумали что он слишком укреплен все-таки у новгорода было много денег на укрепление также они были уже буквально измотаны вообще тем сопротивлением ожесточенным которые оказывали русские а также сезон подходил к концу зима уже близилась к завершению а помните что я вам рассказывал они использовали замерзшие реки для того чтобы передвигаться в общем хан баты принял решение что нужно сворачивать монголы сделали вот такой вот крюк и пошли обратно они свернули на юг и на обратном пути тоже разгромили некоторые русские города в том числе разгромили козельск козельск небольшой совсем город оказался настоящей занозой его баты и даже прозвал злым городом поскольку он думал что козельск он возьмет буквально за день а малюсенький город сопротивлялся целых 7 недель короче такого баты не ожидал он все-таки смог взять козельск но за это сопротивление прозвал его злым городом перед вами карта похода батыя в русские земли нас интересуют вот эти стрелочки это как раз первый поход батыя поход на северо-восточные земли что касается похода на северо-восточные земли вы должны знать рязань безусловно москву владимир вот эту вот точечку на карте это битва на реке сити и новгород вот он здесь а также козельск знаменитый злой город рязань козельск москва владимир битва на реке сити и новгород пожалуй на конкретно этом походе все также легко запомнить как выглядит этот поход он напоминает такую знаете ли собаку да смотрите пожалуйста ну мне кажется что реально похоже и вот перед нами оп оп вот такое ухо да вот перед нами собака вы помните я видел лошадь в походах святослава теперь вижу собаку в походах батыя ну легко обратить внимание запомнить по вот такому жесткому развороту таких диких разворотов больше на картах нет ни с чем не спутайте далее баты передохнул и отправился на южную русь в 1239 сорок первом годах он осуществил поход на южные земли он взял перевеславль южный чернигов в 1240 году была взята столица бывшего древнерусского государства киев обороной города занимался воевода дмитр но спасти город не получилось монголы его захватили и кстати в результате этого нашествия была уничтожена десятинная церковь некогда первая каменная постройка на руси далее монголы в 1241 году вторглись на территорию галецко-волынского княжества а потом продолжили свои завоевания в европе тем не менее чехия польша венгрия там монголы не достигли успеха они так много потеряли на русских княжествах они настолько устали что возможности захватывать европу дальше у них попросту не было фактически своей кровью русские защитили европу от монгольского нашествия это вам нужно тоже обязательно запомнить на егэ это спрашивают ну кстати можно сказать что вот мы конечно защитили но все равно польши венгрии чехи они пострадали от нападения то есть нельзя сказать что там вообще ничего не было 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 были жесткие сражения например в польше в сражении с монголами даже погиб король но стоит сказать что никакой там монгольской зависимости не было то есть ничего такого поэтому в общем они отделались так скажем легким испугом если можно так выразиться наверняка у вас возникает вопрос типа юр мы же знаем что русские это сильные воины что вот у нас там куча было сражений что мы побеждали почему мы не смогли победить монголов на то есть несколько причин во-первых стоит сказать что за монголами было численное превосходство их было невероятно много этих воинов было очень много также это был вот не просто какой-то сброд типа пушечное мясо не 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 это были очень хорошо подготовленные четко организованные войны у них была жесткая дисциплина они четко слушали своих начальников и они были организованы в определенные боевые единицы одна из самых известных тьма или тумень это десять тысяч монгольских воинов также стоит сказать что монголы очень активно использовали военно-технические достижения других народов помните я говорил что они как губка впитывали достижения других стран вот пожалуйста на руси они использовали китайскую осадную технику про которую они узнали в результате своих завоеваний северного китая ну и стоит сказать что русские княжества не были особенно готовы к такому масштабному вооруженному нападению да у нас были разобщены наши силы у нас был период раздробленности из-за усобиц мы не смогли выступить единым фронтом против наших оппонентов против монгольских захватчиков поэтому в результате этих походов монголов русь оказалась в монгольской зависимости в чем заключалась эта монгольская зависимость мы с вами поговорим в следующий раз сегодня мы узнали кто такой батынь помним что это внук чингисхана также мы запомнили как была разорена северо-восточная русь и как была разорена южная русь а также как новгороду повезло и как он откупился в итоге от монголов в следующий раз мы поговорим про александра невского который громил западных рыцарей да беда не приходит одна когда на нас напали монголы с запада и севера нас напали западные рыцари так что будем говорить в том числе и об этом желаю вам всем посмотреть следующий урок всем удачи всем пока пока друзья